Сегодня у каждого человека есть смартфон, а это означает, что под рукой всегда камера, готовая в любой момент зафиксировать что-то странное или непонятное, потрясающе красивое или пугающе ужасное. Именно такая подборка перед вами. Случается же порой такое. Не учел водитель фургончика габариты своего автомобиля, или просто их не знал, что уж не так важно. Но теперь, чтобы высвободиться из плена домов, придется немного подкорректировать стены узкого проезда. Топор, который парень метнул в деревянный стол, будто наткнулся на защитное силовое поле. Что это было? Ну что ж, сюрприз удался. И подруга точно запомнит свой день рождения. Ведь такого поздравления ей получать еще не доводилось. Подача торта была очень эффектной. Если очень скучно, можно разыграть друга, надев парень и прикинувшись его девушкой. Для всех это было смешно, а вот парня, похоже, такая выходка немного шокировала. Бассейны – классная вещь. Но вот зимой немного мешает. Один мужчина придумал креативный способ. Бассейн находится под сдвижной крышей. И им можно пользоваться, когда хочется. Да и мусор не попадает. На гонках в Формула-1 скорость порой превышает 200 миль в час. Потому любые отклонения от траектории бывают опасными. Но вот Кеке Росбергу повезло. Во время заноса он не только сумел развернуть болид на 360 градусов, но и удержать свое место в гонке. Акулы редко нападают без необходимости. Этой хищнице, вероятно, показалось, что ей преграждают дорогу. И она предупредительно ухватила дайвера за ласту. Он быстро среагировал, дал проплыть акуле, и все закончилось хэппи-эндом. Это телешоу запомнится зрителям Южной Кореи надолго. Еще бы! Одной из его участниц удалось невероятно. Она прошла по сотням яиц и ни одного из них не раздавила. А все благодаря тому, что при такой ходьбе смогла правильно распределить вес тела. Невероятный живописный плавучий мост расположен в Китае. Был построен над извилистой рекой. Когда по нему проезжают автомобили, он создает эффект волны. Это финальная часть состязаний воинов-ниндзя. Они используют только силу верхних мышц спины и рук для того, чтобы подняться на огромную высоту. И эта конструкция была построена именно с целью многочисленных подтягиваний участников. А что? Креативное решение. Непонятно только, это прицеп настолько легкий или мужчина-супермена. Во время ветра на провода занесло мусорный пакет. Китайские рабочие решили этот вопрос оригинально. Они отправили квадрокоптер с огнеметом и просто подожгли его. Если на улице такой гололед, как на видео, не пытайтесь сопротивляться. Просто катитесь по льду, как делает этот гусь. Сингапурский аэропорт вновь удивил посетителей. Там открылся невероятный по своей красоте крытый водопад. Высотой более 40 метров. Его уже успели назвать дождевой вихрь. Перед вами наковальна, вес которой более 70 килограмм. Как думаете, в жидкости она утонет? А вот и нет, если жидкостью будет ртуть. Фантастика, правда? Ты не ты, когда голоден. А если из багажника вкусно пахнет, кто сможет обвинить мартышек в такой наглой краже? А вот и подельники нарисовались. И их тут, похоже, целая банда. Фоторадар старался зря. Зафиксировать-то превышение скорости ему удалось. А вот номер автомобиля оказался тайной. Попытаться словить кальмара оказалась не очень удачной идеей. Защищая животное, способно за себя постоять. Иногда, когда нужно произвести ремонт и регулировку на высоковольтной линии электропередач, ее просто нельзя отключать. Тогда монтера доставляют на место вертолетом. На нем специальный костюм и оборудование. Работать нужно быстро. Находиться в поле действия сети можно не более 40 минут. А вот подготовительные работы порой занимают несколько суток. Когда у небольшого самолета заклинило шасси, пилот принял решение совершить посадку. Все закончилось прекрасно. Ему это удалось без каких-либо значительных потерь. Хотите увидеть, как выглядит спуск корабля на воду? Порой зрелище действительно впечатляющее. Многотонное судно, опускаясь, создает большие волны, которые заливают прибрежные зоны. Очень странный автопоезд могли наблюдать жители окрестных домов. Одинаковые тягачи ехали на жесткой сцепке, транспортируя нечто огромное и, очевидно, многотонное. Помимо инженерного расчета, тут присутствует еще слаженная работа и мастерство водителей. Чтобы произвести выгрузку на такой узкой улочке, надо перекрывать движение транспорта. А если это, ну никак нельзя сделать. Остается одно – вызвать водителя наивысшей категории, которая не испугает размеры и необходимость действительно ювелирной парковки. Итак, в соревнованиях по перетягиванию каната победил канат. Ну а засчитали, конечно, ничье. Если вы любитель онлайн-покупок на Алиэкспресс, советуем взглянуть на этого работника 80-го уровня. Среди коробок вполне может оказаться ваша посылка. Если ты оптимист, разве может помешать дождь? Можно и в плохой погоде найти повод для веселья. Например, покататься по лужам на гидроцикле. Если вам кажется, что такое может произойти только за границей, вот вам ролик непосредственно с Украины. В Житомире, например, в ход пошло все. Не только гидроцикла, но и водный матрас. Кто ответит, тут все дело в машине или водителе? Если сейчас вы сказали, что в Порше, то, похоже, вы не правы. Отечественный автопром способен удивить. Так что все же главное в профессионализме водителя. Вот что значит хорошая реакция. Вовремя сделанный кивок головой, и вместо тебя тарелка с праздничным тортом прилетает к тому, кто находился сзади. Что поделать? Карма. Кто бы мог подумать, что о медлительной корабле пустыни такие подлые. И если уже идут по дороге, то никого не пропустят. Толкать тележку впереди себя – занятие для слабаков. Настоящий герой использует ее как корзину. И покупки складывает, и мышцы качает. Не жалуйтесь на погоду. Вот этому якуту понадобится не один час, чтобы просто выйти из своего дома. Ведь дверь полностью заметена снегом. Если платят, за время бывает лень делать лишнюю ходку. И вот потом непонятно, стоит ли так стараться, если время все равно потеряно. А труд придется приложить в несколько раз больше. Дорога очень узкая, а машина – длинномер. Как думаете, получится у водителя повернуть? Смотрите сами. Вот парень, сидящий справа на заборе, уверен на все сто. И он прав. У водителя получилось. Вот скажите, вы тоже испугались в первый момент? Это нереальный натурально сделанный манекен сбил с толку многих и заставил зажмуриться. Наверное, там не так уж и холодно, если красавица спокойно катается на сноуборде, всего лишь обмотавшись банным полотенцем. Но нельзя не отметить, это очень красиво выглядит. Согласны? Именно так со стороны выглядит запуск реактивного двигателя. Фантастически и завораживающе. За считанные минуты целый ряд деревьев ушел под воду. Как оказалось позже, причина такому стала карстовая воронка, расположенная под землей. Во время сильных ливней ее размыло, и она просто поглотила часть леса. Если собака не просто любимое животное, но еще и отличный партнер, то вполне способна выручить в сложных ситуациях. Помочь притолкнуть лодку, например. Если под руками нет открывалки для пива, довольно неплохой способ снять крышку. При условии, что у вас совершенно случайно окажется краб. Так выглядит командная работа. Есть те, кто усердно работают, а есть те, кому положено задавать нужный темп и ритм. Просто запускать фейерверки уж скучно. И ребята решили сделать из них пушку. Эффект поразительный, хотя наверняка это немного опасно. Так что не вздумайте повторять. Суть нового модного тренда проста. Упакуй свою девушку в латекс с помощью пылесоса. Мы надеемся, вы не пойдете на подобные глупости. Лучше смотрите крутые подборки на нашем канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!